Сегодня во всем мире отмечается День кино. Это праздник тех, кто создает шедевры, которые погружают нас в другой мир на пару часов, а после оставляют неизгладимые впечатления, которыми мы неустанно делимся друг с другом. Это также праздник и для нас, любителей хороших фильмов. С нетерпением ждать премьеры, сопереживать героям, пытаться предугадать развязку – любимое занятие миллионов людей по всему миру. 28 декабря 1895 года в Париже, в Гранд-кафе, прошел первый сеанс синематографа «Братьев Люмьер». Именно с этой даты начинается мировая история кино. Постепенно одна страна за другой стала производить собственный кинопродукт. С появлением новых технологий фильмы становятся реалистичнее, масштабнее и более захватывающими. Сегодня Казахстан не исключение. Несмотря на непростой для всемирного кинематографа год, удалось отснять сериал, посвященный Абаю, одному из самых знаковых поэтов казахского народа, чей юбилей мы отмечали всей страной. Честно говоря, сценарий был отредактирован три раза. Для достижения полной правдоподобности мы отправляли его на одобрение ученым-абаеведам. Был одобрен сценарий. Сначала планировали съемки на родине Абая, но из-за карантина пришлось снимать в Алматы и Жамбулской области. Премьера сериала «Абай» состоялась недавно в Турции. Стоит отметить, что казахстанские фильмы и режиссеры пользуются большой популярностью за рубежом. Доказательством этому служат различные номинации и победы на мировых фестивалях и конкурсах. Да и народ Казахстана все чаще предпочитает зарубежным фильмам «Наши родные». О наших житейских ситуациях с понятными каждому фразами и шутками, снятые на знакомых улицах и в самых красивых местах республики фильмы. В 2020-е выгнал нас из кинотеатров и отправил по домам. Тем не менее, коротать уютные вечера за просмотром любимого фильма или сериала – одно из самых любимых занятий казахстанцев. Ергали Рамазанулы, Ертас Ахпарат.